Минспорт Омской области Делегация спортсменов оказалась внушительной не только по количеству, но и по стаду. В числе бойцов – действующие чемпионы и призеры Европы и мира, 5 заслуженных мастеров спорта и 13 международников. Чемпионы мира, а также много, ну не много, а достаточное количество и принимают бывших чемпионов мира, потому что в 2016 году у нас был чемпионат Европы, да, а в 2015 чемпионат мира действующие чемпионы мира тоже принимают участие, как в Салугин Филипп, местный ваш спортсмен. Страсти на площадке развернулись нешуточные, ведь на кону путевки на чемпионат мира и первенство Европы. Первые два дня за победу сражались представители «Лайтконтакта». Несмотря на то, что этот раздел предполагает удары руками и ногами лишь в полсилы, выглядят эти атаки весьма внушительными. Чемпионов определяли в 15 категориях. На татаме номер один прошли 6 финальных боев у женщин и 9 решающих поединков у мужчин. А Томской области в финал вышли по одному делегату в женской и мужской части сетки. Воспитанники клуба «Сибирский медведь» Анастасия Гриневич и Алексей Ленберг. Настя принесла в копилку региона серебро, немного уступив мастеру спорта международного класса Анжели Хакимзянова из Свердловской области. «Спорт есть спорт. На этом же жизни заканчивается. Есть 2017, будет 2018 год. Чемпионы рождаются, чемпионы также и уходят. Будет реванш, я думаю, в следующем году, либо на другом чемпионате каком-то. Вообще преимущественно, да, конечно, первый номер отбирается на предстоящий чемпионат мира. Но если, допустим, либо нет возможности, либо какой-то травмы, не дай бог, получил спортсмен, то преимущество дают второму номеру. То есть, ну, шансы, так скажем, есть у каждого». Алексею же благодаря победе над равным по званию соперником международником Айваром Гафуровым из Башкортостана удалось заполучить заветную путевку на чемпионат мира, который состоится осенью в Бразилии. «Для меня все сейчас происходящее – это как сказка. Три года я не боксировал по ряду различных причин. Этот год во время подготовки произошло много событий. Я болел, лежал в больнице под капельницами, буквально оттуда вырвался и начал воевать. И самое главное, что меня на все это двигало и что я хотел доказать, а две недели назад моему отцу исполнилось 60 лет. Я думаю, что он помнит, как он меня маленького заставлял сюда ходить. Водил 7 лет, мы этим занимаемся. И, папа, я посвящаю эту победу тебе. Будем дальше воевать». Вторую половину четырехдневной встречи посвятили определению сильнейших бойцов в разделе «Поинтфайтинг», где спортсмены стремятся нанести максимально быстрые и точные удары, используя контролируемую технику. В отличие от «Лайтконтакта», течение боя здесь прерывается, когда любой из соперников зарабатывает очередной балл. Омским мужчинам-поинтфайтерам не удалось добраться до главных наград, а вот у женщин сразу три спортсменки оформили звание чемпионок России. Сильнейшими кикбоксерами страны стали мастер спорта Санья Тинебекова и две международницы Екатерина Хомова и Анастасия Авдеенко. «До этого пять России и все второе место. В этот раз удалось завоевать. Было сложно, но в то же время настроилось, и все хорошо вышло». Чемпионат России по кикбоксингу завершен. Победители и призеры турниров получили на Омском велотреке заслуженные награды, медали и кубки, а также путевки на главные международные старты сезона. На ключевые турниры победители чемпионата и первенства России поедут осенью. И их в обязательном порядке будет сопровождать мастер спорта международного класса, заслуженный тренер, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России и главный тренер национальной сборной нашей страны Вадим Украинцев, который внимательно оценивал форму и подготовку спортсменов. «Чемпионат России и первенство России, вы должны понимать, что это финал. Все отобрались у себя на области, отобрались на зоне. И сюда сегодня приехали самые лучшие, поэтому другого быть не может. Здесь лучшее, и сейчас из этих лучших мы отберем самых лучших членов сборной команды. Везде есть хорошие спортсмены, везде есть хорошие бойцы, но такое количество, как у нас, нет ни у кого. Вот именно такое количество, и когда мы вывезем всю сборную, ну приятно видеть, что у нас все, от мала до велика, все бойцы, все стараются выиграть, плачем, переживаем, болеем. Ну, наверное, это в характере.